Друзья, всем привет! Сегодня по вашим просьбам я очень хотел заснять видеообзор про алгоритм проверки компьютерных блоков питания, но, увы, физическое состояние, в буквальном смысле этого слова, не позволяет серьезными видеороликами заняться. И изначально, перед тем, как заснять этот видеоролик, я хочу сказать, что вот именно моим подписчикам просьба и заказчикам в первую очередь то, что прошу меня простить, просто я опоздал с отправкой нескольких заказов и со сборкой тоже, впрочем. Уже два дня я физически не могу просто работать, связана эта проблема со здоровьем, и у меня перелом, ну, точнее, не перелом, просто пальцы левой руки, два пальца вот треснули. Я показал это рентгеносмотр, я специально вот разбинтовал, точнее, снял бинты, чтобы показать вам, как они выглядят. Вот на данный момент, вот, это мои нормальные пальцы, у меня они тонкие, такие худенькие, и это у меня переломанные кости, точнее, пальцы. Вздутые, видим на глаз, да? И поэтому прошу отнестись к этому с пониманиями подписчиков, прошу не гонять, да, там, поскольку вот мне очень и очень много пишут людей, вот, ну, поясни ты, как собрать импульсный блок питания, поясни, что такое коса, что такое отвод от середины и так далее. Но это я всё пояснял, если есть человек хочет узнать, что это такое, то из моих статей, огромное количество их, можете вычитать этот отрывок. Видеоролики на канале официальном сайте Паяльник, на моём канале есть куча видеороликов про пояснение работы импульсных блоков питания, да и сборки тоже. И поэтому ролики про импульсники, конечно же, и преобразователи напряжения ещё будут, но прошу дать мне некоторое время на выздоровление. Так, ну, боль жуткая просто, я просто в жутких мучениях снимаю данный видеоролик, по голосу, конечно, не видно, но проверьте, вот с такими вздутыми пальцами очень больно. Так, они у меня во льду всегда находятся, чтобы хоть как-то боль не чувствовать, но это уже не помогает. Я сегодня решил заснять небольшой обзор, тоже мне просили люди, какой из автомобильных динамиков лучше, какой выбрать, как ориентироваться, по каким параметрам и так далее. Ну, изначально хочу сказать, что я крайне не сторонник вот тех штатных автомобильных головок, которые продаются там в магазинах, то есть там блины, круглые вот динамики с пищалками всякими, да, пластиковый диффузор там и так далее, резиновые подвеса. Я вообще не люблю такие динамики, и у меня на это не только свои причины, вот практика и опыт показывают, что они крайне ненадёжны в таких суровых условиях. Во-первых, почему, редко кто встречал штатные динамики, ну, средние там по ценовой категории и даже довольно дорогие, у которых, вот сейчас покажу крупным планом, вот так, это диффузор динамика. И вот, в основном, вот штатные головки имеют пластиковый диффузор, резиновые подвеса и не имеют пылезащитного колпачка. Вместо них выходит какая-то трубка с пищалкой. Якобы это двухполосная акустика, поскольку на трёхполосную, конечно же, не тянет, хотя там три колонны динамика, по сути, да, маленький пьезоизлучатель, пищалка, высокочастотная и низкочастотник, якобы, но это среднечастотник, конечно же. Пластиковые диффузоры очень-очень быстро выходят из строя при прямых солнечных лучах, скажем, при суровых морозах, если они работают, там стоят даже, не работают, то они быстро ломаются, деформируются. То же самое с резиной. Резиновый подвес не есть хорошо. Паролоновый тоже. Вот в данном случае это паролон. Паролон остался тем самым паролоном, тот же это паролон, который в советских колонках 10 ГДШ, думаю, у кого, вот, редко людей найдётся, у кого есть колонки 10 ГДШ, у которых паролон стоит за воской и в идеальном состоянии. Такого я, если даже увижу, не поверю. Просто паролон, если даже динамик не работает, паролон быстро теряет свой свет изначально, вот такой желтоватый, да, в случае 10 ГДШ. Потом обламывается там трещины и так далее. В итоге у вас динамик без подвеса паролонового. Вот эти китайские паролоны довольно стойкие, похожи с виду на резину, но их легко вот отличить по цвету, именно по концентрации. Если вот смотреть, у них там скалики небольшие, да, морщинистые такие. Ну, вообще, в китайских колонках, в рынках с забитыми буквально автомобильные динамики, в основном встречаются вот с пластиковой корзиной даже. Тоже это не есть хорошо, такие не выбирайте. Выбирайте традиционные железные корзины. На размер магнита вот некоторые спрашивают, у меня магнитола такой или такой фирмы, хочу выбрать. Вот есть такие варианты, магнитики у этого поменьше, у этого побольше. Вообще, друзья, вот даже с этими маленькими магнитиками динамик, это не означает, что динамик плохой, динамик там не очень мощный и так далее. Вообще, в первую очередь, вам нужно смотреть на конкретно вашу установку. То есть, магнитолу присутствует ли усилитель, не присутствует. Вообще, конечно же, я не сторонник штатных автомагнитол. Почему? Поскольку мощность, которая будет там написана, скажем, на этикетке на передней панели, скажем, 4 канала по 100-200 Вт. Это нереально. Ну, 4 по 50 очень часто встречают, 4 по 40 и так далее. Ну, не гоняйтесь за этими Втами, сколько там могут китайцы понаписать. Это на самом деле чистых 4 канала по 18 Вт по всем физическим законам. На нагрузку в 4 Ом, это стандартная динамическая головка, под чистым синусом в 1 кГц нереально снять от 12-вольтового блока. Нереально снять более 18 Вт чистой синусоидальной мощности. Другое дело класс H с вольтодобавкой. Это совсем другая технология. И в автомагнитолах такие усилители в качестве конечного выходного каскада не принимаются. Применяются, простите. То есть, 18 Вт у вас максимум в автомагнитоле. Больше быть не может. Будь это самая навороченная автомагнитола, просто физика не позволяет снять большего. Если не присутствует усилитель дополнительный, в котором есть, в свою очередь, преобразователь. И снять высокую мощность можно, поскольку напряжение уже гораздо выше штатных 12 Вольт автомобиля. Дальше. Насчёт пылезащитного вот этого колпачка. Вот видим мы, тут у нас пластик. Это тоже не есть хорошо. Пластик можно деформировать пальцем. И теряется внешний вид динамика. Да и при погодных условиях он тоже сам по себе деформируется. Поэтому из этого вот именно экземпляра нам становится понятно, что выбрать динамик нужно с картонным диффузором. Не с резиновым подвесом и не с поролоновым подвесом. И, конечно же, железная корзина. И ещё раз смотрите, вот особое внимание нужно обратить вот эти ниточки, которыми провод от катушки идёт к основному. Чем толще и тем мягче они, тем лучше. Есть вот некоторые динамики, где провод этот не такой оголённый, а что-то похожее на МГДФ. Это получше. Берите вот именно этот провод. Дальше нужно смотреть на корзину, простите, на пружину амортизационную вот эту. Чем она жёстче, тем лучше. Я это из своего опыта буквально делюсь. Насчёт магнита не обращайте, Господи, на него внимания. Динамики вообще довольно компактным магнитом могут развивать довольно-таки серьёзную мощность. Есть ещё и с дополнительными магнитами. Ну, вообще, для автомагнитола именно не советую смотреть на магнит. Вообще, очень советую, вот видим чётко эту 6 Ом, стандартное сопротивление вот этой катушки именно. Кстати, динамик от музыкального центра и именно динамики от музыкальных центров я вам очень советую в качестве автомобильной акустики. Несмотря на то, что китайского производства, динамик отработал на ура, довольно хороший он. Насчёт сопротивления катушки, берите только динамики, только однокатушечные, с сопротивлением 6-8 даже Ом. 4 Ом тоже можно, но штатный автомагнитол рассчитан на 4 Ом. При этом при 4 Ом усилитель довольно-таки греется, хотя он рассчитан на 4 Ом. Но если вы будете использовать динамик 6 Ом, уверяю вас, разницу в звуке вы не почувствуете. Но качество возрастает при использовании в высокоомных динамиках. При этом у вас не настоль сильно будет нагружён усилитель, следовательно, автомагнитола будет греться меньше. И этим увеличивается срок службы и динамических головок, и вашей автомагнитолы. 6-8 Ом можно. Так, 4 Ом, как уже сказал, тоже как вариант подойдут. Но 6 Ом – это золотой оптимальный вариант. Вот второй экземпляр, который работал под сабвуфер. Насчёт поролоновых подвесов я вам покажу сейчас именно почему. Я не советую взять. Хочу тут найти. Вот-вот-вот. Блин, не знаю, видно или нет. Вот тут уже пошла трещинка как-то, да, поролон отработал, динамик работал под сабвуфер. Но у этого динамика есть многое хорошее. Во-первых, отличная корзина, хороший магнит, хорошие вот такие контактные клеммы. Ну, они стоят на каком-то картонном держателе. Это не есть хорошо, но поскольку они неподвижные, то это очень довольно неплохой вариант. Вот колпачок полизащитный. В отличие от первого экземпляра, он картонный. Его очень трудно деформировать. И ещё картонный вот диффузор. С обратной стороны тоже такой морщинистый он. Вот такой. Так, диффузор вот у этого динамика то, что надо. Вот поролон не самое лучшее решение, но всё остальное устраивает. Номинальная мощная динамика составляет 30 Вт, но китайцы накрутили до 50 Вт. Вот такие штатные автомобильные заводские головки попадаются. Видите, в каком они состоянии могут оказаться после года использования. Диффузор очень тонкий, легко очень деформируется. То же самое с полизащитным колпачком. Он был очень тонкий. И вот резина, та резина, которую некоторые люди хвастают очень, хвалят вернее. Так, вот обрывы, видим, трещинки идут и на резине. Всё это зависит от того, если вот резина замёрзшая, то есть при минусовых температурах, вы включаете автомагнитолу, громко сделаете максимальную, то резина – это не есть вечность. Да, резина тоже ломается, резина тоже трескается. И постепенно вот всё больше и больше мне вот таких заводских. Это BMW X5, если не ошибаюсь. Вот динамики промышленного образца стояли с завода. Принесли мне на ремонт вот в таком мусорском состоянии буквально. Двухомные, кстати, головки. Не знаю, вам видно или нет, будет. Вот, двухомные они. Так, и корзина пластиковая. Вот, не люблю очень эти пластиковые корзины. Вот они некрасиво смотрятся, при этом их очень легко можно обломать. На самом деле стоит учитывать и стоит вот сесть за стол с понятием вибрация в автомобиле. Из-за вибрации я ремонтировал буквально несколько дней назад, до проблем с пальцами, ремонтировал автомагнитолу, у которой не работали основные части. То есть, это подсветка, регулятор громкости. Всё не работало из-за того, что выходной каскад у него был чуть палёный, я его заменил. Но основная функциональность автомагнитолы не работала из-за того, что во время, из-за вибраций именно образуются кружки вокруг основных контактов на плате, скажем, стабилизаторы для обеспечения подсветки. Образуются контакты. Просто нужно пролудить заново, припой нанести и так далее, чтобы запаять контакт к основной своей дорожке. И вот это всё из-за вибраций. То есть, вибрация имеет немаловажную роль. Так, что я хотел дальше показать. И вот золотой номинал динамика, который я хочу, чтобы для вас прослужил как эталон. Это, я не знаю, какие продавцы... Айва. Динамик довольно маленький такой, но он может служить примером в качестве эталона. Почему? Смотрим на колпачок. Он такой толстый, что вот пальцам мне его довольно трудно таки сдеформировать. Второе. Смотрите, такой вот мятый как бы подвес, да, изначально такой неустойчивый и так далее. Но это, друзья, ткань. То есть, ткань, пропитанная каким-то прорезиновым покрытием, наверное, по-моему, очень хорошо держится. Он, самое главное, никаких там обрывов вы не заметите. Такие динамики я устанавливал где-то два года назад. У человека, который вот работает, ну, частными взвозами занимается, у него постепенно при суровых там погодных условиях, при резких сменах климата и так далее работают эти динамики. Никакой деформации. Я несколько дней назад встретился с этим человеком. Он буквально показал мне, как сейчас на данный момент, я, вернее, попросил показать, как динамики чувствуют себя. И несмотря на то, что они постепенно на задней доске, да, постепенно под воздействием солнечных лучей там и так далее, но они вот в идеальном состоянии находились и по сей день. Во-вторых, вот смотрим вот эти основные клеммы, на которые выводится вот провод с катушки. Вот они покрыты довольно хорошим толстым слоем изоляции. Тоже вот самое, смотрите, довольно толстые проводки. Тоже самые контакты сзади тоже покрыты этим слоем. Толстая изоляция. И вот клеммники вот в таком удобном. На сей раз вот тут как-то пластик на пластик похож. Не, 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 это керамика какая-то интересная. Керамика это, да. Керамический вот такой держатель, хотя он не ломается никак. Вот такой мягкая какая-то керамика. Не знаю почему, но явно керамика. Ну, не знаю, может и пластик. И вот такие контактные клеммы. По парам они вот на всякий случай, если один обломается, то второй можете использовать смело. И довольно толстый. Усилённый магнит, но это маловажную роль играет в вашем случае, когда динамики для автомобиля. И жёсткая вот, блин, как вам показать, жёсткая пружина. При этом пружины тоже жёсткость не основной показатель. Нужно, чтобы вот этих сеточек, которые внутри, да, было как можно минимум, чтобы пыль не попадала. А вот в этом случае сетки есть, но это тоже какая-то ткань. Но сеток вообще не видно. Просто это более, думаю, для декора, декорация в виде сеток. Но сетки нет. Просто они вот так и видны, но щелей, отверстий там нет. Вот это, хочу, чтобы смотрели вот на этот динамик. И, наконец, толстый, очень толстый. Смотрите, пальцем хочу сдавить, но никак не получается. Очень толстый картонный диффузор. Это свидетельствует о том, что динамик очень хороший, прослужит очень долго. Ну, они у меня где-то лет 5, наверное, прослужили в музыкальном центре. Но даже сейчас они выглядят очень круто, как даже получше некоторых новеньких динамиков. И вообще не потеряли свои звуковые параметры. Несмотря на то, что они у меня работали и в качестве сабвуфера, и в качестве там... Подавал на них мощность колоссальную в 2, 4, 5 раз больше, чем заявлена мощность производителем. 30 Вт, если не ошибаюсь, тут было заявлено. Нет, тут написано. Ну, на колонках было где-то 30 Вт динамики сами. Я уверен, что они поддержат и 50 чистых Вт. Ход у динамиков очень крутой. Так, насчёт высокочастотных пищалок. Ну, вообще не понимаю тех людей, которые говорят купить хорошие пищалки. Зачем вам пищалки, друзья? Ну, смотрите. Вот, к примеру, наглядно я поясню, зачем вам нужны пищалки. Это широкополосный динамик. Полоса воспроизведемых частот от 20 Гц до 20 000 Гц. То есть, 20 кГц. То есть, он может воспроизвести весь вот этот диапазон, который мы можем услышать. И высокие частоты отлично могут воспроизвести этот динамик. Вот, скажем, пищалки. Вот, типа... Нет, это у меня, на самом деле, среднечастотные колонки. Вот, тоже очень любимая, вот такая компактная, миниатюрный динамик. 4 Ом, 1... А, нет, 3 Вт. Почему я люблю этот динамик? Снял из акустики 5.1. К сожалению, у меня один такой. Смотрите на ход. Круто, да? На его основе можно целый сабвуфер сделать. Ход наравне, скажем, с заводским блином. Очень большой ход у динамика. И вот, насчёт пищалок. Я вообще, друзья, если есть свободное место для пищалок, можете вот такие нормальные динамики малого габаритов через конденсатор определённой ёмкостью, чтобы динамик не сгорел, и будет работать вам как пищалка. Купить огромные деньги, а не стоит тратить деньги на хорошие пищалки. Смысла вообще нет. Вообще, лучше использовать ограничительный резистор, поставить последовательно одному из выходных проводов. И вот динамик по прямому предназначению как широкополосный использовать. Но пищалки смысла нет вообще использовать, поскольку штатные динамики воспроизводят очень прекрасно, гармонично воспроизводят все те частоты, которые мы можем слышать. И высокочастотные тоже сигналы. Вообще, редко таких людей находятся, которые любят вот эти самые верхние свисты уже, пищание от пищалок. Вообще не понимаю таких людей, которые говорят, пищалок побольше. Есть и такие. А так, для тех людей, которые понимают, надеюсь, поймут меня, согласятся со мной, что пищалки вообще смысла нет использовать в автомобилях, да и вообще во всех акустических системах. Зачем в Советском Союзе применили пищалки? Не знаю, зачем. В установках, в хороших установках типа ХН с ламповыми усилителями обычно не ставят пищалки. Бывают, конечно же, и ставят, но это больше там для коммерческих целей, наверное, для того, чтобы показать, что у них полноценная трёхполосная акустическая система, и это не есть хорошо пищалка. На этом, друзья, всё. Вынужден с вами прощаться. Подписывайтесь на канал, оставляй свои отзывы, комментарии. Пока!